Виктор Медведчук Виктор Медведчук Виктор Медведчук Виктор Медведчук Виктор Медведчук Работал несколько десятков тысяч человек на более миллиарда оборотов. Задачи не было ни Ходорковского, ни Ходорковского. Миша был в то время один из директоров Центра Федерации. Спасибо большое. Но больше всего интересовали нас вопросы государственного уровня. Потому что все, что мы не делали, опираясь на ту экономическую базу, на те знания, которые давали на самых высоких уровнях Советского Союза, невозможно было создать что-то новое. Невозможно было создать условия для раскрытия творческого потенциала. Володых ученых и вообще ученых интересов не теряя технологии. Хотя в последние годы, как мы помним, и ВАИРы, и НТО, и программы по новой технике, и госкоблитет по новой технике и так далее. То есть сеть была гораздо шире, чем сегодня, и сегодня вообще все это уничтожено. И тогда было тяжело. Поэтому мы искали, были поиски, и вот собрали много ученых, 250 человек, лучший след элиты области Днепропетровской, имеется в виду и научное, и управление, госуправление, и предприятие крупных, и рассматривать концепции управления и областной администрации. И они, Данилович, четко все это дело понял, сразу же 40 минут, пообщались, чай попили, и говорят, давай я попишу тебе, Сережа, распоряжение, примеры. Мы его подготовили, но потом он ушел. Воссталку написал заявление, остался звергийский, и Данилович, и все это дело тормозит, и стали с ним работать. А будучи президентом, Пучма подписал 4 указа о расширении полномочия. Вот один из указов у меня в руках, он называется, про делегование Днепропетровской, Донецкой, Запорийской и Толуганской областным державным администрациям, полноважность до управления майном, что перебывает в загальной державной администрации. То есть, вот почему, когда мы говорим о Викторе Владимировиче, на мой взгляд, сегодня это самый подготовленный в Украине профессионал управления, который понимает важность и значение развития местного самоуправления. Сегодня таких людей нет, потому что тут работали команды четырех областей. В 95-м году мы проводили еще одну парк деятельствую группу, опять-таки методологи приезжали, и было пять областей еще к Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Кировоградской области. И то же самое рассматривали против управления. Ночами не спали, а то или иные документы. И процесс хорошо шел. Почему, как бы, Донбасс и отставили полноте местного соуправления? Потому что у нас что произошло по большому счету, если брать исходную позицию, да, вот сто реально в жизни в истории. Каждый человек от рождения самим дворцом выделяется властными полномочиями. Эти властные полномочия, каждый человек, распространяются исключительно на его жизненную прокламу, на его суде. И таких других человек. И что самое интересное, властные полномочия, как источника власти, как у нас прописано в Санкт-Петербурге, они не отделяются ни по каким-то словам. Только выжить, что куда-нибудь бросало. Вот недавно показали президент Индонезии, так сказать, безвизовый режим теперь России, Санкт-Петербург, так он говорит, что он себе говорит? А я просто словно народный. Он тебя многократно назвал словно народным. Там у них 240 народных средств и так далее, у всех свой язык, и на них я многократно живу. А у нас Порошенко, кстати, называют себя властью. То есть это попахивает глубоким критинизмом. Потому что не может народ, хозяин страны, избирать себе какую-то власть, чтобы командовали людьми. Это управление. Ну представьте такую ситуацию, когда Коломойский назначил президента в какую-то свою компанию, а этот президент, как Яценюк, скажет, что мы расширим полноважение Коломойского. Как Яценюк говорит. Я думаю, он в Мефие пришел на землю. Собрался расширять полноважение источника власти. А потом выборы начали, и я целик пошел до своего, за полноважениями до источника власти народа. Так вот, принятый в закон, перевод скучных, которые понимали, что такое региональное управление, в вашей секунде, потому что здесь люди раздаются. Здесь их жизнь, здесь поправки берли, образование, дороги, здесь все. Здесь должны работать самые высокие профессионалы. Я тут пришел через областной государственной администрации, замначальника главного управления экономики, директор народного государственного администрации. Работал еще, как сказать, из-за мэра, за всех в городе Подгородье. Так мне понадобилось, человеку, который работает в области Депропетровской, больше 30 лет, на эту область, больше года, чтобы изучил только, что такое маленький городиск на Подгородье 18-й год, кто чем там живет. Сергей Георгиевич, вы... Сегодня у людей узурпировали исконно данные творцом конституционные, законные, полномочия, властные. То есть, и вы вывели в управление центральные вопросы людей для стечения газом, водой, теплом, электрометрией, коммунальными, образованием, питанием и так далее. То есть, хозяин, властелин, власть, местные органы, общины территориальные, которых никто не создал, их имеют в виду в прямом переносном пути. Написано четко в законе 7 статей Конституции, переписано источник власти, у нас 100. Территориальная община, громада, их нигде ни одной нету. То есть, в объеме быть организации созданы, документы учредительные, уставы, правы, органы управления, программы жизнедоиспечения, этого ничего нету. Референдум высшего органа, 7-я статья Конституции, законно-местное управление, 21-я статья. Смешательство запрещается в свой условии военно-переноснования. А что происходит? Как только одного статкается выставили изменения в Викторе Владимирович в выборах, собирали подписи по поводу референдума, евроинтеграции. Где этот референдум? То есть, прямая узурпация народовласти. И то, что было подготовлено, я это знаю не по газетам, не по телезумбоящикам и так далее, я это знаю профессионально, потому что многократно приходилось в жизни, начиная от самой идеи все это формировать и воплощать. Знаю, насколько важно и нужно создать условия для вступления народа в свои законные конституционные права и взять под контроль вопросы жизнеобеспечения. Потому что на месте я прошел цепочку, допустим, газовую, начиная от газовщика, мастера, бригадира, управления и так далее, значит, милиции, судов, прокуратур, все признаки созданных организованных преступных групп, которые обдирают на месте народ и золотые батоны потом подбирают цепь. Сергей Георгиевич, на сегодняшний день вы еще являетесь председателем общественной организации Фонд социальной защиты, поддержки и помощи ученым Украины. Расскажите об этой организации и как помогаете ученым? Вот это единственная организация, которая происходит в Существе Украины. 16 лет. Без копейки какой-то помощи тут немножко в Горсовет мне помогал, ректора хорошо работают. Значит, очень много разных вопросов проходило. Сегодня наука заброшена, никому не нужна. Доходило до того, что вот те же газофики приходят и полностью в дом, где живут профессуры Днепропетровского государственного университета, отключают от газа. Профессор-академик просит, подождите, дайте, пожалуйста, больше доволю. Нет. Закрыл и ушел и бросил. Проверяем долги до года. Нет, никто не был. Ветераны живут по 84 года, люди в квартире, ехали на уроки. Ну, там требуют. То есть, люди не нужны. Сегодня... То есть, вы помогаете им не только в профессиональном плане, а элементарно в быту, правильно? Она имеет четыре ордена за работу. Она была замдиректора школы в воспитательных. И она вот как ну, мать такая заботливая за всем этим. Президент Большакова Владимир Иванович был Масаковский Владимир Иванович, ректор Государственного Днепропетровского, сейчас в строительной академии. Это глубочайший уровень интеллекта людей, которые просто заботятся. Сегодня ученые, во-первых, как проявляется их забота, расскажите нам. Да, во-вторых, проходит у нас постоянный регулярный конкурс на лучшее учебное, научно-методическое издание, книги. Люди пишут книги, если посмотреть, как пишут ученые книги и труды научные, допустим, в нашей области, потому что большинство институтов, Днепропетровского учреждения, ну, это раз в восемь больше, чем у всех остальных вузов Украины. Что нужно ученому? Может, чтобы было, так сказать, признание, знание, чтобы, так сказать, пользовались этими на работе интересными. Потому что, который позволяет получать информацию с матрицей Вселенной оттуда. Если у него образ жизни несоответствующий, когда он не принесет вреда людям и остальным, куда ему это открывается? Если нет, то если нет, это не открывается. Поэтому, так сказать, фонд, с одной стороны, как бы, в собственном соку, но это, сегодня, с моей точки зрения, крайне важная и нужная организация была бы везде. Потому что, первое, что уничтожили в Советском Союзе, это науки. Я хочу сказать, вот мы сегодня работаем, я как директор департамента государственного строительства СЭО, есть такой Совет экономической земной помощи, там, например, Павел Приемник, вместо стран, правительств, туда вошли компании, корпорации, которые представляют государство. С Украины была такая компания «Планета Крабчук», я писал «Исморство» в другом случае. И общая тенденция международная сводится к тому, что в мире колоссальный кризис и диалоги, или не знаю, с кем. 26 тысяч лет так называемые паразитарные системы «Эра Кальюга» закончилась, сейчас меняется напряженность пространства, частота МОЗа вместо 4,6 Гц уже 26 Гц. Если раньше убийства с часа до трех ночи все были нераскрываемые, сейчас это дело закончилась лавочка. Если посмотреть героскопы в аэропортах, их проверяли несколько лет, 2-4 года, сейчас каждые 4 дня проверяют, Северный полюс смещается. То есть глобально меняется вся среда. И поэтому у нас нет другого выхода, как находить общий язык друг с другом. Кто тут не живет? Люди просто разные. Савельев, посмотрите, он тоже изучал героскопы и мозг человека. Одного вида люди белые. Уровень развития мозга отличается от 8 раз, тот участок, который обрабатывает зрительные информации, до 40 раз это лобная доля и социоориентированная. То есть мы просто очень неплохие и хорошие, просто разные. Сергей Георгиевич, вы поддерживаете в этом фонде как раз и помогает. Вы поддерживаете команду Виктора Медведчука и лидера Виктора Медведчука. Почему именно он? Я вот уже говорил, что он... Нельзя понимать, что происходит. Украина это своего рода тот же самый лайнер серьезный под названием Украины. И если за штурвал этого лайнера садятся непрофессионалы, ну, как, к примеру, сегодня сын Порошенко, 24 года, что он понимает в государственном принципе? Пусть он там будет самый, так сказать, одаренный. У предков было простое правило. Значит, к управлению допускались мужчины в возрасте, чтобы у него было 70 единиц, он прожил пусть один год, то есть 49 после 50 лет. К этому времени формируются только все его органы системы, считалось. Второе, он должен всю жизнь проживать на этой территории. Третье, должен иметь полноценную семью, 9 детей. То есть, главную семью не дам, он не имеет права. И должен быть профессионал в свое дело. Когда Раханский Анатолий Охоломевич, он был запрет Госплан Украины, сегодня председатель Совета старейшим Украины, он же просто уникальный человек, возглавлял ПАСЭ, Парламентская Ассоциация Европы, Комитет по науке, образованию, культуре, СМИ и молодежи, и говорит, что имеемся 50 лет, он нигде не виден ни в одном парламенте возраст, цену парламента. Что же мы тут творим? Разве можно в этот лайнер садиться, кому-то лететь? Кто-то не согласился в этом лайнере. Кто-то сказал, не будем лететь. Из-за этого их начали бомбить. Если Верховная Рада принимает, к примеру, не то какое-то постановление, отдают в Конституционный суд и отменяют, снова поехал процесс. А почему у нас в высший орган громад не работает, громад нигде нету вообще, народ полностью лишили полномочий, властных полномочий, законных, Конституционных, предсточников власти. Это у них такое видение. А есть простая методовическая формула. Знание, понимание, действие. Что такое знание? Это нравственный опыт. У человека понимание формируется на основе его нравственного опыта. И он поступает так, как он понимает. Для того, чтобы по-другому люди себя вели, но чтобы понимание поменялось, чтобы нравственный опыт поменялся. То есть это длительный процесс. Поэтому мы сегодня хотим, чтобы этот процесс упростился. Иначе цивилизация человеческая, которая дан на выбор сегодня человечеству, какие-то руки, или превращается в космический мусор вместе со всеми олигархами, Рокссендами, Рахвеллерами и всеми остальными, или на Земле это очень интересная тема. Отдельная, серьезная, большая. Я готов пригласить, если будет интересно, и специалистов, которые занимаются международными товарно-денежными балансами. Их книги читаются в Стэнфорде и Уссет Кукловодов Мировых. Все кризисы мировые. Это рукотворные кризисы. Все это понятно. Об этом говорил еще Нич Володов, генерал царской разведки. И в Советском Союзе, как помню, кризисов никаких не было. Очередной кризис будет в 19-20-м году. То, что говорил Ленин. Сегодня рано, вот эти все события, взрывы, вот таким-то мероприятием. А поскольку народовластие узурпировано партийными всякими кланами, там 4,5%, а теперь уличными, вот этими вот, не знаю, как их называть, в основном, банформированиями, и пробуждающийся народ, люди пробуждаются, активно пробуждаются сознанием. Они видят, идут энергии развлечения добра и зла. Нам это никуда не денесит. И вот сейчас пока еще используют пробуждающийся народ в своих интересах. Узурпация народовластия. И когда говорят, почитайте просто, посмотрите, что такое федерализация, она ничего не имеет общего сепаратизма. 45% стран мира федеративные устройства в мире. Америка федеративная, Германия федеративная, Россия, все старые конфедеративные, кантоны проводят больше 100 лет референдумы. Поэтому, почему мы не используем этот опыт? Почему мы позволяем узурпировать народовластия? Почему мы президента власти называем? Верховного народа власти называем? СМИ называем властью? Какая это власть? Это народ, источник власти. Источника нельзя забрать ее властные полномочия. Богом данные. Конституции прописаны законам утвержденным. Поэтому сознание людей должно это поменяться. И через украинский выбор легче довести информацию, легче объединиться, понять. И начинать переходить на основе самоорганизации, создавать территориальные общины. Утвердительные договора, уставы, собрались 10 человек, там 15, подписали договор, приняли для себя правила игры. А дальше листы подписанные. Новые подписывают люди, но становятся соучастниками. Набрали 51%. И по закону о местном соуправлении все субъекты, работающие на данной территории, обязаны исполнять решения территориальной общины. И последнее. Сегодня в Украине, уже не говоря в мире, есть сертифицированные электронные системы, позволяющие проводить референдумы хоть каждый день. Это не проблема. То есть высший орган территориальной общины громады может работать спокойно еженедельно. Если кому-то чего-то не нравится, как принимают решения людей, такое мнение, точка зрения, пожалуйста, подавайте в суд, выносите на общегосударственный референдум и решайте вопросы о культурной договоренности. А если в ВФО бьют морды друг друга, то этим людям вообще не место. Главная задача представителей народа там какая? Договариваться. Они даже не хотят договариваться между собой. Поэтому вот эти знаковые такие проблемы, они ключевые. Вы человек, который стремитесь к созданию гражданского общества. Вот хотелось бы узнать о планах на будущее. Что планируете делать? Да, вот есть у Виктора Владимировича, кстати, книга «Гражданское общество» называется. «Большое и серьезное». Вот это у нас совершенно сенсорятся подходы. Мы с ним побеседовали всего лишь как-то минут там 12. Я понял, что поиск зрения концептуально-меканологически они очень серьезно совпадают. Я за гражданское общество на основе народовластия на базе территориальных общин. Просто я это, так сказать, понимаю не по книжкам и журнам, а много вариантов было проверено, использовано, исследовано. Это знание как нравственного информации получения человека, это еще не знание. Она должна быть исследована, испытана, проверена в жизни на себе. Потом заходит подсознание как руководительнистов. Поэтому на основе сотных знаний это мое убеждение, в том, что сегодня без народовластия будущего у цивилизации на земле не существует. И сегодня это уже понимают даже основные кукловоды. Вот эти, которые там масоны и так далее, они жили в тот период, их тоже не застут критиковать. Они видели так, они так создавали. Если мы принимаем те правила, это все равно, что это наш выбор, человечество. Значит, тогда кто-то виноват. Если мы хотим что-то виновое, другое, пожалуйста, давайте находите там и все их сотрудничать. Более того, Федеральная резервная система была создана на царские деньги в 88-х процентов. Золотые сертификаты не уничтожены. Специалисты утверждают, что царская семья вся была сохранена Сталином. Он как сын Прохривальского. Значит, и Косыгин Николай Алексеевич это и есть этот царский наследник. Его взвинили на дочке председателя ГВД Дальнего Востока. И Распутина, как он в завещании писал, я говорю, мучительная смерть, он сохранил государя. Искали эти сертификаты, не нашли их. В ближайшее время может оказаться со 100 лет 5-го условия от 40-го золота плюс 4 процента должны будут все вернуть России наследникам. То есть получится, что все, что сейчас фаршируется ФРС, они же, когда создали ФРС, были первым президентом Америки и на Титаники потопили тех, кто выступал против частной конторы как генеральной государственной. А теперь окажется, что и земли, которые пытаются создать залог, все работают на укрепление России. Американцы посчитали, что в России ресурсов в 10 раз больше, чем Америки и в 28 раз больше, чем Америки. Вот вся проблема. Люди идут за ресурсами, идут из этого войны. Но это следует понимать. И Украина самодостаточное государство. В плане и интеллекта не нужны здесь варя. И мы сейчас полностью под иностранным управлением. Как сказал Саакашвили, Украине понадобится 20 лет для того, чтобы выйти на уровень при Анатольевсе. Представляете, для чего довело иностранное прямое управление Украины. Россия точно подходит под управлением иностранным. Под власти Памша это орган управления колонезий иностранным. В конце прошлого года, например, только дикт, там сотни, один пример, это в конце ноября, вы увидели проект закона по Центробанку. О том, чтобы Центробанк вместе с правительством России принимал решение по валютным революмам. И через 2 минуты 40 секунд после того, когда Дума проголосовала за изменение по новому кодексу, было 450 депутатов, далее осталось 150. Не набрали город. То есть самая масса думских депутатов это пятая колонна. Вот эти антибиот, которые работают на годзе в Соединенных Штатов Украины. Это всем давно уже известно. Об этом говорят и снос. Чем возвращается управление Украины и Россия? Там национально-освободительное движение от американской попавки нет, у нас этого не есть. Все на все. Дмитрий Бурж получил орден за победу в холодной войне. Конгресс соответствует победителям в холодной войне. Министр обороны вписывали длинные цартификаты. Узывали несколько секунд по две недели в ходе соответствует победу. Это была действительно война. Они действительно победили нас, потому что мы оказались не такие стойкие о своем сознании. Развалили страны и они это делали. Ну что, они правильно делают. Раз мы за это идем, то кто знаменовал. Поэтому нужно собраться в смысле, сколько еще нужно пакоти народу наделать, чтобы стали включать люди сознания. Последнее, если позволите, я хотел бы зачитать Платона. То есть, так же, как Сорт сказал автор, рынок и идеологии, и многие идиоты уверовали в эти могущества рынка. Рынок это вот та мутная вода, которая разрушает государство. Я не буду расширять этот процесс, но четко, кстати, аргументированно доказать, кто расправлен в этом смысле, как автор. А Платон говорил в 8-м книге государства о демократии. При демократии граждане перестают почитать законы, как пишенные, так и не писанные. Повсюду распространены потребительства, крайние отчуждения друг от друга, эгоизм. Заканчивается уже все это тем, что крайняя свобода оборачивается к ранним рабством. Произвол толпы переходит в произвол одного. Демократия превращается свою диалектическую противоположность тирании. Когда говорят о фунитаризме, вот это и есть то, чтобы один человек когда-либо подписали Евросогласие с Европой, я спрашиваю, как подарок уже вам. Где 160 миллиардов, которые Европа должна выплатить Украине за данный ядер. Где эти деньги? То есть Украина добровольно отказала от этих пунктов. Все ранее подписаны на тракторию. Сергей Георгиевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Я рада, что мы с вами познакомились поближе. Мы желаем вам побед и успехов. Всего хорошего. До свидания. Давайте общими усилиями, несмотря на разные точки зрения, взгляды, насыпеняют. Когда говорят титурский и не титурский, человек смотрит, он не может сидеть на уровне сознания, находиться ниже горстой, как на вязать. Развивается ли? Поэтому понимают, что происходит. Переходят сюда, сюда. Только не надо так критиковать. Ошибок наделали много, беды наделали много. Давайте приходить в взаимопонимание. Это будет самое главное. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова